Добрый день! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Как вы думаете, чем отличается профессиональный трейдер от новичка? Один из признаков профессионала – он никогда не спорит с рынком. И если цена показывает слабость, он всегда сумеет этим воспользоваться. Смотрите это видео, потому что сегодня я покажу, как определять слабость в движении цены и научу это использовать. Прежде чем продолжим предупреждение о рисках. Торговля на бирже сопряжена с риском потери вложенных средств, а доход не гарантирован. Поэтому переходите к реальной торговле только после ознакомления с методами ограничения рисков. В первой части объясню, как проявляется слабость на подходе к уровню и как поведет себя цена в этом случае. Во второй половине будет тест, при помощи которого сможете оценить понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В самом конце подведем итоги теста. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Прежде чем перейдем к теме, вспомним базовые понятия. Начнем с покупателей и продавцов. На рынке покупатели – это те, кто открывают сделки на покупку. Такие сделки называются длинными. Также покупают и те, кто закрывают свою короткую сделку. Таким образом, поток ордеров на покупку создают те, кто думает, что движение продолжится вверх, и те, кто закрывают свои короткие позиции. Покупатели действуют либо рыночными заявками, либо лимитными. Продавать так же, как и покупать, можно с двумя целями. Открывают продажу те, кто хочет заработать на снижении цены. На сленге трейдеров такие сделки называются короткими, а трейдеров, открывающие короткие сделки, называют шартистами. Еще продажи совершают те, кто ранее открывал покупку, а сейчас их закрывают. Продавцы действуют либо рыночными заявками, либо лимитными. Почему важно понимать, какими заявками действуют трейдеры? Дело в том, что если перевес рыночных заявок на стороне покупателей, то цена будет двигаться вверх. Тут важно понимать, что это давление могут создавать не только быки, которые хотят открыть сделки на покупку и входят рыночной заявкой, но также это может быть поток ордеров от медведей, закрывающих свои сделки. Если же перевес рыночных заявок на стороне продавцов, то цена пойдет вниз под давлением рыночных заявок на продажу. Поток ордеров на продажу создают медведи, открывающие сделки на продажу, и быки, закрывающие свои длинные сделки. Когда тенденции нет, означает, что покупатели и продавцы выровнялись по силам. Но и тут не все просто. Потому что часто отсутствие тренда – это аккумуляция позиций крупного игрока, который сдерживает давление мелких участников, набирая позицию. На графике аккумуляция позиций выглядит зачастую как боковое движение. После того, как накопление закончено, начинается фаза сбыта позиций по все более привлекательным ценам. Фаза распределения самая интересная для трейдеров, так как позволяет войти на продолжение движения и быстро заработать. Но когда распределение закончится, тенденция закончится, и находиться в сделке в это время уже невыгодно. Можно ли узнать приближение окончания фазы дистрибуции? Оказывается, можно. По характерному поведению цены можно предвидеть ослабление тенденции. Когда цена плавно подходит к уровню, а максимум и минимум формирует закругление, мы ждем, что цена протестирует уровень, не пробив его. Теперь посмотрим несколько примеров на графике. Обратите внимание, цена подходит к уровню, формируя закругление и не пробивая уровень разворачивается. Когда цена подходит к уровню со слабостью, это не означает, что всегда будем ждать значительный разворот, но часто означает, что цена не пробьет уровень и на какое-то время откатится. Поэтому, когда видим слабость на подходе к уровню, ждем, что цена протестирует уровень. Кратко подведем итоги. Если цена на подходе к уровню показывает слабость, ждем, что будет тест уровня. Если на подходе к уровню будет проявлена сила, то, скорее всего, будет пробой уровня. О том, как увидеть признаки силы на подходе к уровню, смотрите мой вебинар «Сила на подходе к уровню». Ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу. А сейчас, при помощи теста, проверим, как вы поняли материал. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнении каждого упражнения вам будет дано примерно 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые 2 недели в четверг. Там вы сможете задать свои вопросы вживую. Регистрируйтесь на сайте Admiral Markets. Ссылка для регистрации будет в описании к этому видео. Первый пример. Приготовили бумагу и ручку? Отлично, тогда начинаем. Задача – сказать, где на графике цена показала слабость. Если все понятно, тогда начинаем. Кто увидел ослабление движения? Молодцы! Поставьте себе за этот пример 1 балл и двигаемся дальше. Второй пример. Задача та же – определить слабость цены. Кстати, проявлений слабости может быть на графике несколько. Приготовились? Начали! Я не случайно сказал, что в данном примере будет несколько проявлений слабости. Кто нашел первую, поставьте себе плюс 1. А кто определил вторую? Очень хорошо. Обратите внимание, что когда цена показывает слабость, не означает, что сразу будет разворот. Иногда это приводит к длительному откату в виде консолидации. Третий пример. Приготовились? Начали! Здесь проявление слабости может быть очевидным. Обратите внимание, что слабость не означает разворот, так как чаще всего это приводит к временному откату. Четвертый пример. Готовы? Тогда начали! Это очень полезный пример. Смотрите. Цена на откате проявила слабость на подходе к уровню, что позволило бы войти от уровня в направлении основной тенденции, так как мы видим закругление на подходе к уровню. Кстати, а вы не видите здесь еще одно проявление слабости? Если видите, то напишите в комментариях, где цена проявила еще слабость. Пятый пример. Помните, что на одном графике может быть несколько мест, где цена показала слабость. Если готовы, тогда начали. Определили? Отлично! Поставьте себе один балл. Как вы думаете, здесь есть еще слабость? Если увидели, напишите об этом в комментариях. Двигаемся дальше. Шестой пример. Приготовились. Начали! Определили? Очень хорошо. Думаю, что этот пример не должен был вызвать сложностей. Седьмой пример. Думаю, что он слишком простой. Но из песни слов не выкинешь. Поэтому приготовились. Поехали! Да, здесь было все очень просто. Обратите внимание, что когда цена так долго показывает слабость в одну сторону, то потом она часто сильно идет в другую сторону. Восьмой пример. Приготовились. Начали! Кто определил слабость? Очень хорошо. Здесь все вроде бы очевидно. Но главное было увидеть это закругление, которое подсказывало дальнейшее ослабление движения. Девятый пример. Мы в шаге от финиша. Приготовились. Начали! Определили? Отлично! Помните, что ослабление в первую очередь говорит о тесте уровня, а не предсказывает разворот. Поэтому, если видите ослабление, не бросайтесь открывать сделки в контртренд. Последний пример. Помните, вам нужно определить место, где цена проявила слабость. То есть, еще двигается, но уже по инерции и вот-вот остановится. Готовы? Начали! Получилось определить? Очень хорошо. Ставьте себе балл и подсчитаем итоги теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6, неплохо, но можно еще все внимательно проработать, у вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 8, это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если вы набрали 9 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, скачав презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы смогли набрать в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!